5 апреля вечер стемнело я показываю иллюминацию моей оранжереи сейчас я вам покажу что я там сделал для подготовки к сезону 2019 года сейчас мы пройдем внутрь здесь я сделал освещение светодиодными лампами вот в этом помещении 10 светодиодных ламп здесь 4 и здесь 6 одна из них освещает котельную в которой у меня две печи вот эта буржуйка большая ли на ней стоит печь на отработке который я использую отработанное масло которые сюда заливаются здесь все пышет и светится можете посмотреть видео если у меня в оранжере и уже растет третий год виноград вот после зимовки он у меня сейчас пока без почек внизу я поставил 30 литровые бутыли из-под пива с водой бутыли темного цвета чтобы лучше нагревались на солнце здесь у меня южная сторона и два этажа рам снизу я уже обшил тремя слоями рам то есть два промежутка будут теплоизолировать оранжерею от улицы в качестве теплоносителя я применяю обычную воду ну в данном случае в этом году я набрал талой воды когда таял снег я набрал вот здесь в котельной три бочки по 200 литров вот здесь еще две бочки и того будет 1 тонна воды и здесь больше бочки тонна 200 у меня стоит на земле здесь под всяких химических веществ от грунтовки от грунта от красок 10 литровые емкости многие из них закрыты на пробке чтобы вода не испарялась на крыше везде где есть место у меня висят бутылки с водой пластиковая с прочно закрытой пробкой почему я использую воду оказалось что вода является самым универсальным и дешевым теплоносителем и накопителем энергии теплоемкость воды как оказалось два раза выше чем теплоемкость камня еще одно хорошее свойство воды она как быстро нагревается так быстро и отдает свое тепло причем бутылки отдают очень быстро тепло а бочки долго поскольку масса воды большая сейчас я пройду в другое отделение сейчас пока здесь темно покажу вам что у меня находится здесь так здесь я обычно выращиваю помидоры здесь также около 10 ламп каждая лампочка по 20 ватт они для освещения для дополнительного освещения здесь тоже увидите большое количество бутылей так теперь в этом году я здесь сделал воздушное отопление у меня вот здесь стоят вентиляторы вытяжные два вентилятора вот тут 2 его плохо видно вот он второй вентилятор и трубы сотки от канализации бывшие употребления вот здесь у меня в котельной очень горячий воздух температуру я смотрю по градусникам когда я нагреваю воздух в котельной вот здесь весь эти бутылки сохраняют тепло и тепло распространяется как в эту часть так и сюда и вот здесь сверху происходит забор теплого воздуха он идет у меня по двум трубам левой и правой в конец вот этого отделения оранжереи и вот здесь теплый воздух из концов труб у меня выходит отсюда и отсюда теперь переходим в третью часть где у меня растут перцы сейчас мы включим свет здесь у меня свет включается неудобно вот так здесь мы подготовили уже кучки для перцев там внутри лежит сено потом немножко земли потом немножко старых листьев для червей чтобы они питались и сюда будет посажены перцы здесь огромное количество бутылок которые также накапливают в теплый солнечный день энергию солнца бесплатно чем хорошите бутылки я их наставляю тоже на зиму и процентов 95 из них не лопаются вот одна лопнула даже две я не уследил остальные все с водой надо их не доливать полностью вот так примерно то есть этот опыт уже есть еще одна пустая . и сжигаю остальные все полные поскольку эти бутылки бесплатные то ничего страшного так здесь по поводу отопления вот еще что хотел сказать есть здесь давно проложил трубы под землей которые забирают тоже теплый воздух вот из этой котельной 2 вот здесь теплый воздух забирается и идет по трубам вот сюда по трубам возвращается ну здесь у меня нарушено теплоснабжение некогда здесь также есть печь на отработке старенькая но она тоже работает здесь вот так вот накапливается у меня большое количество отработки и по трубе поступает сюда в зону горения когда здесь будут растения я буду это помещение подтапливать как с помощью этой старой буржуки так и с помощью печи на отработке здесь я сделал вместо бочек которые приходилось сливать вот эти многоразовые многоразовые бутылки повесил где только можно и когда топлю печку они нагреваются градусов до 40 за два часа здесь просто прокладки в качестве несущей конструкции все это стоит на самих бутылках вот на пробка в данном случае эти прокладки здесь тоже около вот здесь около трех бочек воды около 600 литров воды вот такими способами я сохраняю тепло здесь даже вот все бедра у меня полные всегда вот не успел наполнить вот этот бак вот такими хотел я новостями с вами поделиться но на улице сейчас около нуля у меня здесь так 4 градуса тепла 4 градуса тепла 4 градуса тепла так потому что сегодня день пасмурный а вот солнечный день здесь нагревается до 25 20 градусов значит здесь пока у меня в этих двух отделениях в этом и в том по 2 рамы стоит но я мечтаю в этом году сделать третью раму для того чтобы было два изоле изолирующих воздушных промежутка здесь будет еще теплее в следующем году на этом я экскурсию по моей оранжереи заканчиваю желаю всем также заняться производством экологически чистой продукции наверху вот здесь у меня также выше моего роста стоят емкости с водой вот видите там стоят тоже следующий стеллаж пустой пока до новых встреч подписывайтесь и увидите какой у меня будет урожай винограда урожай огурцов вот здесь будет большой до новых встреч